Я европеец. Я всегда действовал как европеец, жил и работал, смотря на Европу. Я всегда любил Британию, свои отличными напитками и традициями. Я даже должен был связать свою карьеру с Европой, но судьба распорядилась иначе. Пробираясь сквозь громкие алкогольные вечеринки, пятницы и шумные удары басов, сквозь разрушенные планы и мечты, а затем сквозь тишину, пришла мудрость, пришел Восток. Спустя три месяца той самой тишины, жизнь развернула мою голову от манячей Европы в сторону, где восходит солнце. Я стал работать в японском тетяноми-баре Тивурасика. Стал работать с напитками, которые я не пробовал никогда прежде. Каждый раз я наливаю саке под компонент японской песни, а на фоне идет японский матч с умом. Мне до конца не верится в все происходящее, и я невероятно кайфую, непревзойденная атмосфера, которую мы здесь делали. И я покрутился в мир совсем неизвестным. Я стал путником, идущим по неизвестной земле. Я как Джонни Уокер, чистый европеец, открытый и сдержанный, сложный характер, прорывной. Держу путь через зародившие тысячи лет назад пропитанную традиции, эпохи и культуры землю, подобно саке категории Ямахай, готовящимся древним способом лактоферментации. Прокладывая свой путь, я хочу принести часть себя. Как этот бородинский битер подчеркивает хлебные ноты Джонни Уокер и земляные ноты саке, я хочу раскрыть лучшее в себе. Идя по дороге Азии, я хочу приобрести знания, приобрести то, что никогда не приобрел бы в Европе. Это мудрость. Мудрость дополняет меня, как дополняет кордиол из корня аира и ревня, свежий спидсайда, Джонни Уокера и фруктовый саке. Тренд на Лоу и Би Ви крепко вошел в нашу жизнь. От крепких градусных коктейлей, чтобы напиться, мир стремится к вкусу. За этим стремится многогранность ингредиентов. И что важнее всего, многогранность вкуса. Выпив один такой коктейль, ты не отправишься спать. Нет. Ты попадешь в перфектуру Токио, увидишь неон на улице Киото, путишь в себя запах цветущей сакуры. Путь, неважно, короткий или длинный, всегда оставляет шрамы. Несомненно, они украшают. Ведь имя им опыт. Кей Кен. Опыт всегда добывается дольше всего. И к нему нужно приложить руку. Прямо как я приложил руку к лапе ферментации черник. Спустя 6 дней превратив ее в седобную краску затяну хаппиона. Кей Кен. Вот и все, что останется. После этого был пить. Кипокин. Тай, гай. Ура!